У нас зашел разговор о том, окажется сделать действительно так, чтобы пресса для детей носила функции не только мировоззрения, но и воспитания. И сегодня вот здесь Александр Вячеславович Федоров, представитель Зеленого Христа, говорит, что затухает у нас пресса экологическая в целом по стране, учитывая, а, недостаток ресурсов, б, отсутствие поддержки финансовой со стороны определенных структур, ну, элементарно отсутствие экологических фондов в территориях особенно. И сегодня мы констатируем о том, что нужно переходить на новые средства информации, в том числе и телевидение, в том числе и, может быть, даже издание тех же журналов, возможно, да, но обязательно с приложением чего? С синерогом. С тем, чтобы дети не только смотрели рисунки, но чтобы они могли общаться с природой через, хотя бы элементарно, через вот возможности нашей современной информационно-коммуникационной техники. В связи с этим я напомнил сегодня Татьяне Васильевне свою встречу, случайная встреча состоялась, Борис Неменский приехал из Японии, это, правда, было несколько лет тому назад, и я был свидетелем его беседы с тогдашним президентом Академии Пятнаук, академиком Кандаковым, и немецкий сказал, товарищ Кандаковым, я предлагаю изучить японский опыт проведения с дошкольниками уроков любования природы. До сих пор меня вот засело в голове, и я говорю, Татьяне Васильевне, давайте попробуем с вами научиться проводить уроки любования природы. Через это формируется и мировоззрение, и экологическое воспитание, и вообще отношения друг к другу, потому что именно прекрасная природа всегда воспитывает прекрасные отношения между людьми, а тем более между детьми. Поэтому мы сегодня с ней поговорили о том, чтобы, может быть, эту тему сделать какой-то интересной темой, как проект, потому что тогда, видимо, у страны не оказалось, да и у Бориса Неменского, несмотря на его авторитет в художественном мире, не оказалось такого влияния на академическую среду, и мы сегодня должны констатировать, что даже мы музеи свои плохо используем для экологического воспитания детей. Я был в Штутгарском музее, я поразился, перед картинами сидят на пуфиках девочки, мальчики дошкольного возраста и рисуют. Причем они не сидят на пуфиках, они на пуфиках держат свои мольберты, а сами на коленках, на паласе, в музее, где ходят взрослые, смотрят, и никто никому не мешает. Я это говорю для того, чтобы действительно обратить внимание на то, что мы зачастую превращаем прессу, может быть, даже излишне возлагая на нее обязанности воспитывать. Пресса нужна, прежде всего, наставникам наших детей, правильно, да, коллега? Да. Вот. А дети должны непосредственно контактировать с участием наставников, вот, пожалуйста, наставников непосредственно с природой. И в музее, и в музее. Да, студенты моего университета проходят, значит, экскурсионную практику и в музее леса, и в Дарвиновском музее, и в зоологическом музее МГУ, и в музее земли на 23 этаже господина Смурова в МГУ. Вот. Но это все музей. Лучшее общение с природой – это, конечно, вот, общение и проследование. И именно методом любования природой. Природа воспитывает человека. Я хочу сказать, что сегодня у нас есть еще один появился ресурс, который мы могли бы использовать в воспитании детей впоследствии с прессой. Недавно открылся телеканал, который так и называется – «Просвещение». И директор этого телеканала мне так и сказал – «Ты знаешь, Станислав Александрович, я этот канал открыл от злости. От злости на ту чернуху, на ту порнуху, на тот негатив, который сегодня чадит современное телевидение, ну, кроме, конечно, отдельных программ культуры и отдельной ностальгии и так далее. И этот канал сегодня готов действительно работать на наше посвящение. Поэтому было бы неплохо, чтобы мы могли бы и экологические наши мероприятия освещать с помощью этого телеканала. И вы, у него уже опыт есть. Они недавно открылись, но уже сделали прекрасную передачу высшей школы Республики Башкортостан. Сейчас готовится большая передача по татарям. Мы готовим, сейчас готовим приложение, вот к этому вечнику экологического образования, приложение по Ханты-Мансийскому округу, где каждый год Ханты-Мансийский округ проводит всероссийские совещания, конференции по экологическому образованию. Тратит колоссальные деньги, приглашает специалистов. И обучает своих преподавателей, своих работников и дополнительного образования именно с проблемами, методом нормального экологического образования и воспитания. И в заключение хочу сказать, что нам нужно все-таки обратить внимание на подготовку учительских кадров. Да, сегодня в школе нет отдельного предмета экологии. И не можем их сегодня добиться. Потому что школьная программа перегружена. Потому что Министерство образования стоит на позициях, что экологическое образование не может быть самостоятельным. Четыре конференции в течение этого года провели специальное рассмотрение. Конференции международные и всероссийские, которые посвящены экологическому образованию и устойчивому развитию, сделаны специальные обращения в адрес Министерства, Госдумы, Совета Федерации, президента и премьер-министра России о том, чтобы дополнить проект закона об образовании, который сейчас крутится, готовится к осмотрению в Госдуме, дополнить специальным разделом об экологическом образовании. Потому что этот закон, структура этого закона позволяет это сделать. 18-й раздел этого закона, который так и называется, специальные условия реализации отдельных образовательных программ. Там говорится о подготовке инвалидов, о подготовке деятелей искусства, о физической подготовке, о подготовке специалистов для силовых структур. Там нет нашего раздела. О реализации экологических программ в системе образования. Хотя закон об охране окружающей среды, который тоже должен руководство Министерства образования, так четко сказано, что в стране должна существовать система экологического образования. Но на эту систему экологического образования наше образовательное родное ведомство смотрит спиной. Поэтому я бы предложил нашему сегодняшнему высокому собранию сделать специальную запись в адрес Министерства образования, который не выполняет поручения президента после последнего заседания Совета по президенту по вопросам управления окружающей средой, где было сейчас по поручению записано Министерство образования. Представьте, пожалуйста, перечень ваших подвигов в области экологического образования и воспитания. Такого перечня ни на сайте Министерства образования, ни на сайте президента Российской Федерации мы не можем найти. То есть поручение не выполняется. Извините меня за столь резкий, может быть, тон, но я хотел бы сказать еще раз, что экологическое образование сегодня существует в стране у нас вопреки существующей системе управления образованием в стране. Это я хотел бы сказать официально вам, Евгений Евгеньевич, что только энтузиазм учителей, только их ответственность перед молодым поколением, перед своей страной их движет в развитие экологического образования в нашей стране. Я не говорю о том, что мы не выполняем принятую нашей страной стратегию образования и устойчивого развития, принятую в 2005 году в Вильнюсе. Мы на этот документ вообще не прореагировали. До сих пор министерство образования держит под сукном представленный господину Балыхину, когда он еще был руководителем агентства по образованию, и господину Садовничеву. Был представлен проект национальной стратегии образования для устойчивого развития, а у нас в стране у нас смотрится как проект экологического образования для устойчивого развития. до сих пор ни проект стратегии, ни план реализации не выполнен. ... ... Продолжение следует...